Дисна ТВ Новости Снова за парту. Уроки компьютерной грамотности для пожилых. На бытовом уровне для удовлетворения ваших нужд мы научимся пользоваться компьютером достаточно. Я думаю, что свободно. В Десногорске продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Желающими сделать прививку препаратом «Спутник Ви» необходимо обратиться в доврачебный кабинет медсанчасти номер 135. Это кабинет 106. Далее пациента направляют в инфекционный корпус, первый этаж, где расположены кабинеты терапевтов и прививочный кабинет для осмотра терапевта. После этого сама прививка. Прививаются двухэтапно. Первым компонентом через 21 день, вторым компонентом. Также перед первой вакцинацией заполняют согласие и анкету. Перед второй вакцинацией то же самое. Записывайтесь в 106 кабинете. Далее заполняйте согласие и также прививайтесь. Нельзя делать прививку при ОРВИ, а также при хронических заболеваниях в стадии обострения. В случае, если пациент переболел коронавирусом, то привиться он сможет только через полгода. Побочный эффект без особенностей. Так же, как и пожилой возраст, молодой возраст. Значит, никаких осложнений нет. Подтвердить вакцинацию можно двумя способами. Справкой от МСЧ-135 или сертификатом на портале Госуслуг. Во втором случае это будет электронный документ, известный также как ковидный паспорт. Для успешного получения сертификата о успешно продленной вакцинации через сайт Госуслуг необходимо перед началом вакцинации иметь с собой документы паспорт с НИУС. Это необходимо предоставить в наш дворочерный кабинет 106, где зарегистрируют реквизит этих документов, для того, чтобы они были занесены удачно в регистр вакцинированном. Также для получения сертификата необходимо заранее подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг. Пациент это может сделать самостоятельно через онлайн-приложение своего банка или обратившись в ближайший многофункциональный центр «Мои документы». При соблюдении всех этих условий сертификат вакцинированного появится в течение суток в личном кабинете пациента на портале Госуслуг после получения второго компонента прививки. В нем будет содержаться информация о проведенной вакцинации. Документ доступен как в электронном виде, так и для печати. Для пожилых жителей освоение современных технологий это актуальная, но непростая задача. Чтобы помочь им справиться с этими трудностями, были организованы курсы по повышению компьютерной грамотности. Инициатором идей выступил секретарь Десногорского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Новиков. Это первый наш такой проект по обучению пожилого поколения наших десногорцев компьютерной грамотности в связи с тем, что сейчас все услуги у нас проходят через компьютеры. Пожилые люди в прямом смысле вновь окажутся за партами. Занятия будут проходить в третьей городской школе. Для достижения максимальных результатов ученикам отвели кабинет атом-класса, где для каждого доступен личный ноутбук. А другие технические средства позволят разобрать на наглядном примере малопонятные моменты. Поэтому мы и сами будем использовать и экран, и проектор с работой. То есть, если что-то захочу вам пояснить, я буду вам показывать, а вы будете, пожалуйста, смотреть и делать то же самое. Подобная практика вызвала живой отклик среди целевой аудитории. Желающих было больше, чем предполагалось. После окончания первого потока обучения организаторы планируют открыть новый набор. Ведь освоить современные технологии значит стать ближе к своим детям, найти общие интересы с внуками. Современные реалии делают интернет не только средством развлечения. Выход в сеть необходим и для социальной адаптации в современном мире. В конце выпуска о погоде. 23 апреля в Десногорске пасмурно, дождь. Днем плюс 9, ночью около плюс 5. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова